Совсем мало осталось тех, кто имеет непосредственное отношение к празднику Победы, кому мы лично должны сейчас поклониться и поблагодарить за наше мирное сегодня. В Усть-Майском районе остался всего один участник войны. Живут 56 ветеранов тыла, один узник концлагеря, один переселенец из Суропчинского района. Тема продолжат наши коллеги. Евгения Демьяновна Дюльчевская в этом году исполнилась 99 лет. В годы войны ее родная Белоруссия находилась под оккупацией фашистов. Многие ее односельчане ушли в партизаны. Не осталась в стороне и юная Евгения. Она была связной в партизанском отряде, в рядах которого воевал ее брат. Они сидели в лесу. И мы их, я их, значит, когда им выходить с лесу, на немцев нападывать, я их все тут делала, чтобы их никого у меня не убили. У меня все остались, эти партизаны. Одного только убили, он пошел на свидание. И у нас сколько деревень выбили, сколько семьи. У меня 8 человек у могилы братской. Братьев, жены, дети выбили, мамы выбили. В жизни кровь меня была, добро убили. В страшные горестные годы Великой Отечественной войны дети взрослели быстро. И много пришлось испытать в то время. Они трудились на раме со взрослыми, приближая победу. Работали мы вот, вы черт, когда к отцу-то приехали, мы даже дрова готовили сами, школьники, для школы. Вот, на полях работали, здесь вот, в Петропавловске сколько работали, мы турнир все собирали. Работали, трудились, и мы, школьники, старались, помогали, конечно. Все для фронта, для победы. Нас собрали девятилетних, кому девять, кому десять, кому восемь лет, и мы садили капусту в колхозе. Выращивали капусты все лето. А потом на второй, вот в 42-м году, еще мы уже опытные стали, и хорошо выращивали капусты, и наш бригадири, бригадири хвалили. В годы войны было принято решение переселить колхозников Черопчинского района на север. В результате этого массового переселения погибли многие черопчинцы. Совсем маленький тогда Василий Иннокентьевич Пермяков остался жив благодаря своей матери, которая стойко перенесла тяготы переселения и помогла выжить своей семье. Самые тяжелые годы были, 42-й год, первый год, когда мы приехали туда, и там ничего не было жаля. Наши люди приехали, и старые хатоны замазали коровым навозом и кое-каким способом там пересели. И там самые большие люди погибли в этот год, в 42-й год, по 43-й год. Люди очень много умерло. Прекрасный весенний день и незабываемая памятная дата – День Победы. Несмотря на то, что этот день тут дальше уходит в глубину лет, Победа имеет огромное историческое значение для всех нас и будущих поколений. Мы помним, мы гордимся. Елена Александрова, Тимур Канаев, Роман Александров. Специально для программы «Новый день». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова